Видите на канале Автохакер, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех видео, которые я стараюсь выпускать для вас через один день. Итак, сегодня поговорим на такую тему, нужно ли покупать автомобильный компрессор на аккумуляторах. Все вы знаете, есть компрессоры 12-ти вольтовые, они намного удобнее, потому что вы подсоединили к аккумулятору, в принципе, подкачали колеса в своем автомобиле, или же там в каком-то скутере, другому человеку подкачали колесо или же запаску, в общем, очень он функциональный. Но сейчас на рынке появляются компрессоры на аккумуляторе, очень удобные они, стоит ли покупать или нет, мы сегодня поговорим в этом видео. Так вот, на мое мнение, их не стоит покупать, почему? Потому что по такому методу, что когда он вам нужен будет, вы ним не сможете пользоваться, так как он боится температурных перепадов, если будет морозное время, как, к примеру, зима-осень, там весна-холодная, да, он будет часто очень разряжаться. И когда он у вас будет лежать в багажнике автомобиля, вы его захотите использовать, он будет всегда разряжен. Зарядить вы его сможете только от розетки дома в 220 вольт. Так что, я думаю, не стоит такое покупать. Очень все хвалят классные штуки, да, согласен, где-то вам нужно будет в таком месте подкачать, где нету того самого аккумулятора, или у вас сел аккумулятор, да, это хороший вариант. Но если он будет у вас в багажнике постоянно ездить по такому методу, что когда в нужный момент вам он понадобится, вы не сможете ним воспользоваться. Так что, я думаю, что эта разработка не всегда хорошая, и немногим она подойдет. Вот, например, сами себе ответьте на тот вопрос, у кого есть такой автомобильный компрессор 12-вольтовый, сколько ним раз вы пользовались за все время? Вот, к примеру, у меня его нету, ну, у моих знакомых он есть, то ним они могли воспользоваться раза 3-4 за год. Потому что колеса также не спускают, да, я вот, к примеру, езжу на заправку, где бесплатная подкачка шин. Я в любой момент могу, заправляя свой автомобиль, проверить давление в шинах. У меня вообще на автомобиле пишется, какое у меня давление в каждой шине. Я могу на это обратить внимание в любой момент, поехать на заправку, 2 секунды подкачал. Мне не нужно использовать вообще никакой компрессор, подключать его к прикуривателю или к аккумулятору, тратить заряд аккумулятора и ждать где-то минут по 5, чтобы он подкачал шины. А тем более еще тратиться на электрический такой компрессор. Думаю, что это видео действительно вам поможет перед покупкой, если кто-то соберется такую покупать вещь. И думаю, многим она не пригодится. Вы максимум будете пользоваться раз, а то и два просто от того, что вы его купили. Ни в коем случае не покупайте такую фигню, потому что действительно сегодня был в эпицентре, смотрел на такой компрессор. Он вроде бы классный, да-да-да, но я ним поработал. Он хорошо там работает, да, и говорят, что можно большую атмосферу там накачать. Но, к примеру, не думаю, что эта штука заслуживает какого-то внимания. И чтобы тратить какие-то там свои капиталовложения, покупать такую вот электрическую, не электрическую, а на аккумуляторе компрессор. С вами был АвтоХакер. Если видео стало полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok